Климатологи и экологи в научном журнале Катастрофы В океане хвастиков больше рыбы Африка стала промойным полигоном Почви истощаются Пчел, которые опыляют, все меньше Климат трясет, плесающий в районе Идет новое глобальное вымирание видов Разве объективно, не это ли проблема номер один? Ну, я скажу два слова Дело в том, что Разумеется, картина, которая Здесь нарисована Но она не то, что, скорее, преувеличена Она, может быть, несколько чересчур Драматична Потому что, понимаете, та же самая История с глобальным потеплением То, что оно идет Совершенно очевидно То есть, ну, есть просто объективные Статистические данные Является ли это глобальное потепление Полностью и исключительно Человека Это не очевидно Это не очевидно, да Это не очевидно Это тема больших дискуссий Среди ученых Нету единого мнения Опять же, я не готов К той или иной точке зрения Подсоединиться Я просто Крутирую, что Сама проблема объективно существует Является ли она Чисто парадеем Человеческой деятельности Или нет Или, может быть, частично Человеческой деятельности Частично связано с Какими-то более глобальными процессами То есть, люди Как бы Действия в рамках глобального процесса Еще и усугубляют Имеющиеся негативные тенденции Это отдельная совершенно тема Но На мой взгляд Все-таки очень важно понять Что экология Неотделима от общества То есть, когда мы говорим Об экологическом кризисе Надо понимать, что это неотделимо От От способа производства От способа использования ресурсов Потому что способ производства Это способ организации Использования ресурсов Среди прочего И в этом смысле Кстати, к вопросу Возможно бороться со следствием Да И, кстати говоря Общее потребление Это тоже следствие Которое, среди прочего Порождает новые следствия Самый простой пример Для того, чтобы проиллюстрировать Это то, как выглядела Упаковочная промышленность В Советском Союзе И как она выглядит сегодня Потому что сегодня Законно-экономической Среди сообразности Рентабельность Это та самая прибыль За которую любой капиталист гонится Заставляет нас покрываться Многими слоями пластика Так А в том числе В чем расфасовывалось Не знаю Масло Бумагин Да Или молоко В Советском Союзе И так далее Это просто Мусорное ведро Это, кстати Есть потребительская корзина Которую сравнивают А я бы предложил сравнить Мусорное ведро Среди разных Социальных устройств Разных социальных систем Ну Хотя Я сейчас скажу Одну вещь Которую Константин поймет Наверное Понимаете Конечно Советское В трехкомнатной квартире Где я жил с родителями Оно Заполнялось Не каждый день Не каждый день Да Сейчас я выношу Ну по-моему Два-три пакета в день Понимаете Ну Зависит Конечно Какой день Как прошло Сколько съели Ну в общем так Где-то так Вот То есть Это к вопросу О количестве Рационализ И Простите Я жил в профессорском доме В профессорской семье То есть Мы не голодали То есть Бедность мусорного ведра Не отражала Рацион питания Существует Плохой рацион питания Или еще что-то Слава Богу Я жил в достаточно Привилегированной среде Но Тут есть один момент Который Опять же Я повторяю Касатин Лучше может быть оцелить Как мы Еще советские дети Расторгались С пластиковыми пакетами Когда их привозили Из-за границы Так же как Кока-Колу Они нам страшно нравились Потому что Это казалось ужасно Крутым И более того В это время Где-то в поздние Советские времена Но пока мы были Еще подростками И привозили Вот эти Пластиковые пакеты В них какие-то вещи Их носили Их потом И застирали Мы не могли понять В тот момент Когда Вот это нашествие Пластика На нашу страну Только начиналось Мы не могли понять Как можно платить Деньги за воду Вода может быть В дефиците Вода чистая Вода не чистая Не надо сказать Что мы родниковую воду Пили Но вот эти вещи В том числе И наша влюбленность Во вкус Пепси-колы Или жвачки Турбо Абсолютно Резиновый химик Я делюсь своим Покаленческим опытом А мы же Понятия не имеем Что с помощью Жвачкова Можно плитку Отмывать Влюбленность Это очарование Оно распространялось Не только на пластиковые пакеты Оно было всеобъемлющим Это желание того Чего не было Что казалось Заманчивым Привлекательным И почему-то лучше Сегодня пришло Осознать Что это были Выменены На стеклянные бусы Наши фамильные драгоценности Субтитры создавал DimaTorzok